Сверху у меня невероятно красивое небо, очень солнечно, хотя буквально час назад лил дождь, очень тепло, и мы направляемся в кое-куда, в очень интересное место, а точнее в город. Всем спасибо, я не приняла таблетку от аллергии, это было слегка ошибкой, но по приезде я это исправлю, потому что сейчас мне нечем запить, у меня из питья есть только горячий чай, но он настолько горячий, что я его точно сейчас не смогу выпить. На часах у нас 11.07, воскресенье, и знаете, это тот самый вайб, когда ты куда-то рано утром, ну почти рано, едешь в какую-то поездку, пока еще все спят, и город вообще еще не пробудился. И так, мы приехали уже в Казань, на местный Арбат, так скажем, зашли здесь в столовую, самую обычную, просто потому что мы что? Нет, просто потому что мы любим домашние йогу, в особенности я, я не особо люблю фастфуды, ну еще я обожаю, кстати, гразинскую кухню, ну и домашнюю йогу, взяли картошечку, котлетку с куриной, салатик, хлебушек, самсунг, супчик, ну и там тоже самое, еще два крокотика, приятного аппетита. Чтобы вы понимали, насколько у нас вышел весь наш обед, мы пришли посмотреть на Казанский Кремль, очень красиво, пасмурно, конечно, и холодно. Почему Казан? Называется Казан. Посмотрите, здесь, что сторона опять... Да, вижу. Ну вот. Вот так вот я вот это максимально утеплилась, как могла, честно говоря, я думала, что 15 градусов, это немножко потеплее, но нет. Самая мечеть, безумно красивая, отражненько смотрится, под каким смысловым небом. Ну все, мы вышли отсюда, смотрите, как светится небо, это фосфорный завод там вот так подсвечивает. Ну да, по идее, наверх, мы так подхожаем. Вон там чаша, а вон там колесо обозрения. Это самые фонарики, от которых очень сильно репит в глазах. Сейчас там были парни, которые держали табличку «Обними». «Обними». Я не подошла. Была девушка, которая пела «Когда меня не станет», ну Сансара, короче, и парень через 2 метра от нее пел то же самое. Причем у девушки было очень много народу, а у парня никого не было. Я подошла, подошли все, я начала его снимать, начали снимать все. Так. Короче, на улице очень холодно. Пусть нужно проводить кафешку, чтобы не купить скрывающие, горячие, клинтвейные и уквольные. Сейчас оценим. Мало гвоздики очень много. Да, а переборщились с ней. Как я когда-то, когда варила блинфейн дома. Вот, точно. Смотрите, здесь построили библиотеку. Я хожу всему, удивляюсь, как маленький ребенок, просто потому, что у нас в Самаре такого даже близко нет. У нас есть библиотеки, но не такого масштаба. И вот набережная не такого масштаба. База, преченочка. Мы зашли все-таки в библиотеку. Очень тут колоритно. Кофейна даже есть у них своя. Тут очень много как-то некрасных. Сегодня второй день пребывания в Казани. Смотрите, какой я здесь такой а-ля туалетный столик обустрела, потому что здесь нету столов, кроме варной и кухонной стойки. И как бы нету зеркал, кроме вот этого, поэтому крашусь я только здесь. Кстати, посмотрите на мое лицо. Мне нереально высыпало. По девчачьим причинам. И как бы... Это даже ничем не замажешь. Особенно лоб. Я вообще стараюсь не трогать. Смотрите, какой у меня просто прыщик выскочил в середине бровей. Да. Я похожа на Идианку сейчас конкретно. Как будто нахожусь в Индии. Я не знаю, как одеваться еще, потому что здесь очень-очень холодно. Я надела, например, сейчас маечку. Сверху надела рубашечку. Достаточно теплую, но и легкую в то же время. Также сверху я надену жилетку. Все. Из теплого у меня больше ничего нет. У меня есть только два лонгслила и одна футболка. Это все. Под низ я, короче, надеваю лосинки. И еще сверху джинсы. Чтобы хоть как-то мне было тепло. Но все равно у меня мерзнет голова. То есть я буду с удовольствием наделать беншарфи или шапочку. Вот такая квартирка. Хороший день всегда начинается с кофеечка. Зашли в Мегу, взяли вот такой вот кофе. Очень вкусная, кстати говоря. Сейчас зарядимся энергией и пойдем гулять по Казани. Вот еще был пончик. И немножечко тарталетка здесь осталась. Тут очень холодная малинка. Поэтому пусть согреется чуть-чуть. Мы нашли в Мегу всех религий. Очень красивые сражения. Вот какой-то губецкий зал. Очень красивый. А вот-вот. Это прям очень интересно. Интересно, страшно одновременно. Ну прекрасно, просто красотка. Мне особенно понравилось вот эта девушка. Самира. Этот храм до сих пор продолжаю устроить. Вот мы через окошко видим, что здесь делают, либо реконструируют колонны. Плиточкой их обклеивают. Еще какие-то визиватые красивые узорчики. Мне кажется, будет очень интересно посмотреть, когда это все будет готово уже. Вот якобы эскизный проект, который они собираются реализовать. Мы сейчас туда даже пройдем. Я думал, туда нельзя. Ну так жадко, кстати. Просто вау. Мы зашли в какую-то божественную комнату. Включу вам широкоугольную камеру, чтобы все увидеть. Здесь на самом деле много народу, но здесь почему-то никого нет. Вот. И перед входом написана такая необычная табличка. Сейчас вам покажу. Сейчас мы выйдем. Вот эта табличка. Мы пришли возле этого храма на мост. Здесь очень красиво. Но мостик такой шаткий. Посмотрите, какая красота. А вон там чьи-то дома прекрасные, частные, которые раньше стоили дешево, а сейчас просто, наверное, целое состояние стоят. Собственно, вот весь мост. Вот так вот он идет, идет, шатается. А здесь вот такой вот спуск к нему. Ну, не каждый сюда пойдет, поэтому здесь вообще нет людей. Хотя находится оно возле этого храма как раз таки и прямо на парковке с машинами. Поэтому сейчас с вами аккуратненько. Great deal. Итак, мы пришли на башню в Сэмбике. Поднялись. Боже. Какая же красота здесь. Невероятно. Вот таким образом это все выглядит. Вот такая вот красота. у нас тут происходит. Надо было все с ним брать. В общем, мы нашли каких-то птичек плавающих. Но это не утки. У них на голове холочек забавный и клюв острый очень. Мы их преследуем. Вот, мы все ближе и ближе к ним поплываем. Смотрите, какие птички плавающие. Видите? Вот такие не утки. Я не знаю, кто это, но они очень забавные. Буквально в двух минутах от нас. Погу дышать. Видите, она опять нырнула и сейчас где-нибудь в другом очень далеком месте выплывнет. Вынырнет, точнее. Теперь мы от кураги об этом рассказать. Или мы на краю Станы был теплым. Охитерки скулы ныру Из-за врача лежит Такой калечит. Здесь мы сели прокатиться на колесо обозрения, но из-за того, что в кабинке очень сильно орала музыка, я решила записать это уже дома голосом с помощью телефона. И тут я рассказывала о том, что мне было очень страшно в моменте я очень сильно запаниковала, хотя я от слова совсем не боюсь высоты, но почему-то паника меня неожиданно настигла. Короче, у меня отвалился ноготь. Он просто сказал пока, потому что на правой руке я плохо укрепила маник, и теперь ногти очень тонкие и легко обламываются. Вот это, например, скоро отломается, я чувствую. А тут пошла трещина, ну и я, собственно, обервала этот ноготь прям в мясо. Жесть. Ну и как вы поняли, друзья, это начало следующего дня. Мы опять приехали в эту мегу для того, чтобы попить кофеёчек, зарядиться энергией на весь день, так сказать, потому что мы ходим прям целый день до самого вечера. Вчера мы вообще были на колесе обозрения. Вот. Ночью были, потому что там вообще не было очередей, а днём там огромные невероятные очереди. Так вот, мы опять зашли в эту кофейню. Как вы думаете, что я взяла правильно? Опять трав и опять этот карамельный чудесный пончик, который мне так понравился. Он нереально вкусный. Вот, честно, эта кофейня просто супер. Я вам даже скажу, как она называется. Она называется как-то камелио кофе. Вот так вот здесь у нас медовый тортик небольшой, а у меня пончик. Вот он, прекрасный тортец медовый с ягодками сверху. Мой карамельный пончик, который я уже откусила, он сверху полит карамелькой и также внутри карамельная начинка. Очень такой нежный, вкусный. Я закинила. Ну, вот кофеечки, собственно. Я себе взяла лавандовый раф. Вчера он был мята клубника. Сейчас лаванда. Очень-очень вкусный, нежный, прям чувствуются сливки. Что, ребят, вот и заканчиваются мои дни пребывания в Казани. Уже завтра мы выдвигаемся обратно в Самару. Вот я, кстати, вам не показала, какой здесь шикарный вид из окна. Сейчас вам покажу. Также у меня там на диванчике стоит пакетик золотого яблока. Я зашла и прикупила себе какие-то вещи, которые мне были нужны. Вообще я заходила за бальзамом для губ, но взяла еще кое-что. Сейчас покажу вам вид. Для вида нужно сделать так. Теперь просто внимание. Вид на небольшую часть города, но все как на ладони. Прекрасно. На балконе тоже не менее прекрасный вид. можно любоваться на ночную казань. Ну что, девчонки, давайте я вам наконец-таки покажу, что все-таки я взяла в золотом яблоке. Небольшие такие свои купочки. Здесь беспаковочка, пока еще не уехала. Первое это от Дарлинг. Я взяла себе хайлайтер. Он нереально красиво подсвечивает кожу. Там был в 01, в 02 оттенке. Я взяла 01 оттеночек. Он такой более персиковый, более бронзовый, если можно так выразиться. То есть его можно как и хайлайтер, как румяный использовать. И также там был еще 02 оттенок. Он такой, знаете, жемчужного цвета. Но я побоялась его брать, так как у меня кожа достаточно темная, то я думаю, этот будет смотреться классно. Тем более я затестила прям в золотом яблоке его. Сделала такой сводчик небольшой. Дальше я взяла себе маленькие вот такие вот спонжики. У меня уже мой спонжик достаточно давно и ему плохо. У меня был точно такой же, только размером побольше. Сейчас я взяла маленькие, чтобы можно было мелкие какие-то уголки прорабатывать хорошо. Ну то ради чего в принципе я зашла в золотое яблоко. Это был бальзам для губ. Я забыла в Самаре свой бальзам для губ. И когда я ходила получается по городу кушала, мы ходили целый день, то у меня сильно обветривались и начинали сохнуть губы. И поэтому вот взяла его, но так и не распаковала. И еще одна такая небольшая покупочка. Ее я уже брала не в золотом яблоке, а в мечети, в которую мы заходили. Black Afghan называется как-то масляные духи. Мне понравилось, как они в принципе пахнут. То есть они без спирта, такие достаточно экофрендли, скажем так. И они должны по идее долго держаться. Ну вот наша поездка с Казани подошла к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и ждите следующего видео. Всем пока! Субтитры Субтитры